Седьмая лекция. Вещества, улучшающие вкус и аромат пищевых продуктов. Будем рассматривать следующие по теме. Это ароматизация и вещества, усиливающие вкус и аромат, усилитель вкуса и аромата, интенсивные подсластители и сахарозаменители и солезаменители. Цель сегодняшнего века – это изучение классификации ароматизаторов, усилителей вкуса и аромата, рассмотрение сахарозаменителей, солезаменителей и их применение в производстве продуктов питания. К веществам, улучшающие вкус и аромат пищевых продуктов, относят ароматизаторы вещества, усиливающие вкус и аромат, усилители вкуса и аромата, интенсивные подсластители, сахарозаменители, соленые вещества, регуляторы кислотности. Ароматизаторы вещества, усиливающие вкус и аромат. Ароматизатор пищевой – это пищевая добавка, вносимая в продукт для улучшения его аромата и вкуса, представляющаяся собой смесь ароматических веществ или ее индивидуальное ароматическое вещество. В состав ароматизаторов могут входить продукты, соки, сахар, соль, специи, другие продукты, наполнители, пищевые добавки, вещества, разрешенные в Республике Казахстан. Ароматизатор технологический – пищевой ароматизатор, получаемый взаимодействием амино-сайт-диспенсии и редуцирующих. Сахароз при температуре не выше 180 градусов Цельсия в течение не более 15 минут. Ароматизатор коптильный – пищевой ароматизатор, получаемый на основе очищенных дымов, применяемых к традиционным копчениям. Ароматизатор натуральный – пищевой ароматизатор, ароматический компонент, которого содержат только натуральные ароматические вещества. Ароматизатор идентичный натуральному – это пищевой ароматизатор, ароматический компонент, которого содержит одно и более идентичное натуральное ароматическое вещество. Он может также содержать натуральные ароматические вещества, технологические и коптильные ароматизаторы. Ароматизатор искусственный, это пищевой ароматизатор, ароматический компонент, которого содержат одно и более искусственное ароматическое вещество. Усилитель вкуса и аромата усиливает природный вкус, запах пищевого продукта. Пищевые ароматизаторы могут состоять из какого-либо индивидуального вкуса ароматического вещества различной органической природы или из их смеси. Вкус и аромат готового продукта зависит не только от добавляемых ароматизаторов. Усилитель вкуса и аромата – это также результат действия большого значения соединений, содержащихся в сыре, образующихся в ходе технологического процесса. Усилитель вкуса и аромата и запах. Основные функции этих добавок направлены на усиление, восстановление или стабилизацию вкуса аромата, утраченных при производстве пищевого продукта, а также коррекцию отдельных нежелательных составляющих, вкус и аромат. Область применения распространяется практически на все группы пищевых продуктов. Наиболее известными являются поваренная соль, глутаминовая кислота и другие. Посластители. Интенсивные посластители – это вещества, которые придают веществам продукт, продуктам сладкий вкус. Как правило, посластители применяются при производстве пищевых продуктов, бруты кулинарных изделий, имеющие низкую энергетическую ценность. А также в специальной диетической продукции предназначены для лиц, которым рекомендуется ограничивать потребление сахара по медицинским показаниям, поскольку посластители не требуют для своего усвоения инсулина. Различные классификации сладких веществ основаны на их происхождении, то есть натуральном либо искусственном. Степень сладости, калорийности, химическом составе и строении, усвоении организмом человека. Производители и потребители пищевой продукции отдают предпочтение подслашивающим веществам с высоким сахаром, эквивалентом и неслужащим источником энергии. Их можно разделить на две группы, натуральные и искусственные. В настоящее время синтезировано или выделено из природного сырья свыше 80 подсластителей. Следующий сахарозаменитель. Эти вещества по степени сладости незначительно отличаются от сахара, выполняя его технологические функции. Так, коэффициент сладости изомальтеда составляет 0,4, ксидита 0,9% и, как видите, вот остальные коэффициенты. Сахарозаменитель не вызывает кариеса и могут использоваться в питании больных с сахарным диабетом. В этом направлении широко используется фруктоза, которая не относится к пищевым добавкам и не является сахарозаменителем. Заменители сахара часто используются в композиции друг с другом, а также с посластителями. При этом появляется эффект взаимного усиления сладости, который позволяет снизить тазировку и подобрать наиболее оптимальные вкусовые достоинства для конкретного продукта. Соленые вещества, либо солезаменители. Их производство имеет важное значение для людей, вынужденных избегать потребления соли. Существует целый ряд заменителей. Поваренные соли, представляющие собой калиевые, кальций, магниевые соли, не содержащих натрия. Сбалансированность состава такой соли с пониженным содержанием натрия рекомендуется больным, страдающим гипертонической болезнью и другими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Также многие солезаменители не обладают свойствами характерными для поваренной соли, в частности не проявляют консервирующего эффекта влагосвязывающих способностей и других свойствах. Регуляторы кислотности, кислоты, подкислители используются для придания пищевому продукту кислого вкуса, интенсивность, различные оттенки и продолжительность кислого вкуса зависят от вида кислоты, особенностей химического состава пищевой системы. Регуляторы кислотности, изменяя величину pH, влияют на реологические свойства и консистенцию продукта, эффективность действия эмульгаторов, стабилизаторов, загустителей и других пищевых добавок. Широкораспространены такие кислотности, как уксусная, молочная, яблочная, лимонная и другие. На этом все. Спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...